Строить по-японски. Владимир обследует специалисты из страны восходящего солнца. Вместе с Москвой и Красноярском наш город попал в пилотный проект. В его рамках японские архитекторы и бизнесмены проанализируют возможности инвестирования в нашу строительную отрасль. Японцы предлагают сделать акцент на арендном жилье и реконструкции коммуникаций. Владимир японцы изучают уже второй год. Подход комплексный, им интересно все. Начинает инженерных сетей, заканчивая доходами горожан. Мэрия предложила японцам повнимательнее присмотреться к вокзалу и территории вокруг. Рядом выгодно возводить дома, гостиницы или деловые центры. Японцы считают транспортные узлы удачной отправной точкой в любом строительстве. Есть интерес и к ветхому фонду. Это один из их проектов. Они изучают наше ветхоаварийное жилье как в центре города, так и по другим улицам. Начиная с 2013 года мы им показывали достаточное количество подобных участков для расселения ветхоаварийного жилья. Над этим они сейчас и трудятся. В Японии строится много так называемого арендного жилья. Высотные дома со съемными квартирами. Причем, если у нас новостройка – это бетонная коробка, где надо делать ремонт, у них жилье под ключ с дизайном интерьера и мебелью. Мы исследуем новые рынки. Мы пытаемся понять, насколько это будет востребовано и популярно в России. Новые квартиры – арендное жилье. Мы хотели, чтобы на примере Владимира были отработаны какие-то типовые решения. Причем, мы хотели бы, чтобы эти решения были выполнены с учетом абсолютно новых технологий, в том числе и строительных. Коммуникации японские строители выводят из квартиры в подъезд, чтобы к ним был свободный доступ на случай ремонта. В комнатах трубы и провода прячут под полами или потолком, ведь вместо толстых стен – перегородки, которые можно передвинуть в зависимости от потребностей конкретной семьи. Строят японцы, что называется, по линейке. Наполняют квартиру готовыми модулями. Компактная кухня или ванная встают на место, как фрагмент конструктора. И всё отменного качества. «Элементы внутренней отделки должны быть промышленного производства. У промышленных товаров погрешность 2-3 миллиметра. Если не очень хорошая строительная компания строила дом, то иногда бывает 10-15 сантиметров разницы». Изучение Владимира японцы закончат в феврале-марте. Тогда же они представят свой отчёт на родине. Строители из страны восходящего солнца хотят прийти в Россию, но им нужна уверенность в том, что их наработки и опыт здесь примут, и будут готовы купить или арендовать у них квартиры нового типа.